МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 августа состоится юбилейный 5-й международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Он назван в честь символа победы России в русско-турецкой войне, освобождения стран Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Основная программа пройдет в Струковском саду. В 13 часов торжественная церемония открытия фестиваля, награждение победителей творческих конкурсов и концертная программа с участием военного оркестра 2-й гвардейской общевысковой краснознаменной армии. До 19.00 будут работать более 35 интерактивных площадок, воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века с участием военно-исторических клубов из разных регионов России. Вход свободный. На этих выходных на территории станкозавода состоится первый в Самарской области хакатон по развитию креативных индустрий «Креатив на Волге». 125 участников будут соревноваться в новых и качественных решениях для региона, а для всех посетителей и гостей пройдет открытый лекторий на темы урбанистики и креативности. На лекциях можно узнать больше о жизни современного мегаполиса и о том, как улучшать пространство, в котором живешь. Подробную программу можно изучить на сайте хакатона и на его страничках в социальных сетях. В этом году нашему любимому городу исполнится 437 лет. Первым построенным объектом стала деревянная крепость. С тех пор город увеличился в десятки раз. Сегодня это один из крупнейших российских мегаполисов. Как в XVI веке, так и сейчас деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды. Подробно эту тему раскроют на экскурсии по выставке «Деревянная Самара, которую мы не знаем» в музее-галерее «Заварка». На ней представлены архивные фотографии из личных коллекций и открытых источников, а также декоративные резные детали утраченных зданий. 20 августа – начало экскурсии в 13.00. Потребуется предварительная запись. Вход свободный. В воскресенье 20 августа этнопарк «Дружба народов» ждет гостей на праздничную программу «День хоровода мира». Хоровод – удивительное явление народной культуры, сочетающее танец, пение и игру. Посетители ждут мини-экскурсии в национальных подворьях, ярмарка продажа, интерактивные площадки, на которых можно будет разучить народные песни и танцы. А завершением праздника станет исполнение массового хоровода. Начало программы в 11.00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.